по сути презентации это первичная информация людей которые пришли разобраться что из себя представляет наш проект возможно их заинтересовала технология возможно заинтересовала возможность стать инвестором проекта можно получать доход от сегодняшних сделанных действий возможно это люди которые будут помогать другим то есть причин прихода в наш проект их достаточно много вот как правило презентация это небольшой объем информации с целью ответа на возникшие вопросы таковые появляются да знак с целью ознакомления людей с первичной информации кратко об истории развития проекта об истории технологии о тех возможностях которые сегодня существуют в плане инвестиций в новую инновационную транспортную технологию под названием skyway которую наш проект выводит на международный транспортный рынок да потому что в первую очередь это транспортная технология хотя речь здесь также идет еще целом ряде инноваций и о создании скажем так линейных городов основой которых будет являться новая транспортная путевая структура новая транспортная технология под названием skyway skyway это небесные дороги в переводе с английского языка нас с вами сегодня смотрят потенциальные партнеры и партнеры инвесторы нашего проекта и в соцсетях я вижу только тех кто находится в комнате мерополис давайте сразу обговорим формат да то есть мы кратко с вами поговорим сейчас о том что из себя представляет наш проект и в инвестиционных возможностях в том числе как я уже говорил в конце вы зададите свои вопросы вы можете писать их чате тех трансляций которые нас идут соцсетях и потом мои коллеги просто мне в скайпе передадут я постараюсь на эти вопросы ответить постараюсь немного времени всего занять то есть кратко дать обзор того что есть на сегодняшний день поэтому давайте начнем сразу двигаться до о нашей сегодняшней информации то есть будет целый ряд видео которые продемонстрируют итак друзья презентация компании skyway капитал то есть то есть а представляет вообще skyway капитал это краудфандинговая площадка который задача которой состоит это привлечение инвестиций с территории практически всего земного шара для того чтобы была реализована технология под названием skyway то есть разрабатывается технология да то есть демонстрируется сертифицируется и водится на международный транспортный рынок это то к чему мы двигаемся и то к чему мы стремимся на сегодняшний день порядка 200 стран в которых находятся наши инвесторы и этих людей свыше 400 тысяч человек если говорить о проекте skyway в целом история разработки странного транспорта на сегодняшний день насчитывает более четырех десятков лет потому что первые упоминания о данной технологии начались конце 70-х годов точнее если бы этот 77 год когда анатолий дарович уницкий поняв что до современной технологии они не совершенны у них есть достаточно большое количество недостатков при всех тех преимуществах которые мы с вами видим да в разных видах транспорта которые используют человечество на сегодняшний день всего же активно используется человечеством 4 транспортные технологии это автомобильный железнодорожный это воздушный и водный транспорт есть еще космические технологии ну скажем так назвать это в полной мере транспортом наверно пока еще нельзя да то есть первую очередь от наверно тип научной разработки это выведение там орбиту каких-то систем там связи и так далее так далее то есть исследование как себя ведет от клетка скажем так составе человеческого организма до растений на орбите ну и так далее так далее то есть это скажем так транспортом на сегодняшний день не является что хотелось бы отметить о технологии skyway на сегодняшний день целый ряд преимуществ по отношению к тем технологиям которые мы имеем используем каждый день выглядит данной технологии таким образом как вы сейчас видите на данном слайде то есть это эстакадного типа путевая структура то есть транспорт будет поднят над землей высота этого путевой структуры точнее может составлять от нескольких десятков сантиметров до нескольких десяток и даже сотен метров в зависимости от того типа путевой структуры которые будут использованы в конкретном случае skyway затрагивает все сегменты транспортного рынка которые на сегодняшний день скажем так интересует человечество это грузовой skyway для перевозки различных видов грузов да это городской транспорт и пригородный который сможет перемещаться со скоростью от 50 до 150 километров в час по мере надобности да то есть с той скоростью которая необходима в черте тех населенных пунктов где будут строиться такие дороги это высокоскоростной международный skyway который будет перемещаться между городами между странами со скоростью 500 и более километров в час чтобы понять что из себя представляет технология где может быть применима до данной технологии я просто хочу включить двухминутный ролик который продемонстрирует какие же сферах может применяться данный вид транспорта комплекс решений skyway состоит из транспортных энергетических биологических информационных и логистических технологий объединенных ради общей цели создание комфортной и устойчивой среды обитания для человека в основе подхода skyway лежит инновационная транспортная система для пассажирских и грузовых перевозок модельный ряд транспортных модулей включает в себя городские пассажирские и грузовые транспортные средства со скоростью до 150 километров в час а также высокоскоростные аэродинамичные машины способны разгоняться до 500 километров в час среди разработанных разновидностей путевой структуры есть дороги разной степени сложности и материала емкости такой подход позволяет подобрать подходящее решение для каждого заказчика в зависимости от стоящих перед транспортным комплексом задач все виды дорог могут комбинироваться в соответствии с потребностями транспортный комплекс skyway способен работать в самых суровых климатических и географических условиях от холодного севера до жарких пустыни и тропиков грузовая инфраструктура skyway подходит для обслуживания логистических узлов портовых зон и промышленных центров а городские высокоскоростные решения способны перевозить пассажиров как в крупных городах так и в небольших поселениях транспортные комплексы skyway могут служить основой для энергетической сети в рамках которой будет производиться экологически чистое электричество с помощью мультимодальной системы основанной на надежных и недорогих струнных дорогах и современных технологиях skyway может решить как локальные задачи так и глобальные проблемы итак друзья следую пословицу лучше один раз увидеть чем сто раз услышать я думаю многие из вас убедились и увидели то как выглядит данная технология что из себя представляет путевая структура каким может быть транспорт skyway вот уже ближайшие годы и давайте двигаться дальше по нашему сегодняшнюю вебинару мы как раз поговорим о том какие транспортные средства какие путевые структуры и кратко коснемся истории вообще как задумался наш проект в принципе вот то что вы видели в ролике признано для того чтобы решить вот те проблемы которые вы сейчас видите на слайдах да то есть огромное количество пробок загазованность атмосферы то есть это решается проблема времени передвижения экологичность данного транспорта на высочайшем уровне и что самое важное высочайший уровень безопасности до в ролике об этом говорилось то есть нет пересечения с другими видами транспорта нет пересечения с людскими потоками соответственно в дальнейшем если мы заменим все те дороги которые используем сегодня автомобильные там железные дороги на транспорт skyway да это не произойдет в течение там трех-пяти лет но тем не менее да в планах у компании это 30-50 процентов всего мирового транспортного рынка то есть огромное количество людей в дальнейшем не пострадает в тех авариях и катастрофах которых встречаются каждый день мы слышим новостях да там авария там авария там автобус куда-то вредно стану железной дороге что-то произошло и так далее так далее и огромное количество людей не получит травмы да то есть какое-то количество останутся живы вот а в среднем более миллиона человек в год погибают в различных автомобильных авариях и катастрофах если касаться только автотранспорта да у нас еще и железнодорожный там это парижа случается еще реже падают самолеты но тем не менее это происходит только что всего этого не происходило есть технологии под названием skyway собственное производство данных транспортных средств путевой структуры и все что касается реализации нашей технологии воплощением железе там в других элементах которые скажем так присутствуют в транспорте skyway путевой структуре находится на территории республики беларусь и цель создания этих производств была проста то есть наша задача была момент старта проекта а все началось в 2014 году до в том виде в котором это есть на сегодняшний день то есть на платформе краудфандинга людям было предложено стать совладельцами технологии то есть инвестировать денежные средства в пакеты долей которые были предложены к реализации группы компании skyway что значит пакеты долей то есть мы имеем в каждом из пакетов какое-то количество долей нашего проекта и всего скажем так технологии была оценена в сумму превышающую 400 миллиардов долларов и было принято решение выпустить как раз таки по количеству скажем так по сумме интеллектуальной собственности доли компании и предложить их реализовывать по схеме краудфандинга где любой человек может стать совладельцами любого количества долей в зависимости от ложной суммы и на выгодных условиях с высоким дисконтом в дальнейшем получить выгоду от того что он принял участие в нашем проекте в чем это выражается то есть у компании есть инвестиционный меморандум который подразумевает следующее что когда компания выходит на реализацию технологии и получает прибыль 20 процентов от прибыли будет распространяться между теми людьми которые стали совладельцами вот тех самых долей нашего проекта то есть на каждую долю будет отчисляться от прибыли какая-то маленькая маленькая часть чем больше далее у вас будет на момент скажем так запуска работы нашей технологии в разных уголках земного шара и получения прибыли соответственно тем большее количество это можно назвать дивидендами денег вы будете получать либо в момент скажем так выхода нашей компании на какие-то площадки которые будут которые будут реализовываться эти доли и они могут превращаться там либо в крипто какие-то токены либо в акции да если это будет традиционной бирже соответственно вы сможете продать какое-то количество долей если захотите либо продать все пакеты то есть вы дальше будете уже сами определять что вам с этими долями делать потому что цель компании это прийти на сегодняшний день к ситуации когда каждая доля будет стоить один доллар и мы уже очень близки к этому да в дальнейшем по мере реализации технологии в разных уголках земного шара она начнет приносить прибыль соответственно получая прибыль вы становитесь бенефициарами того что вы сделали либо это было в четырнадцатом году когда запускался наш проект да именно тогда стартовал проект январе 2014 года сегодня у нас девятнадцатый год и в момент старта нашего проекта был задуман 15 этапный план реализации данной технологии выведения на международный рынок вот на каждом этапе подразумевалось определенное количество работ которые необходимо выполнить и выполнение тех работ будет приближать нас к моменту когда будет реализована технологии когда она будет выведена на международный транспортный рынок итак друзья то есть четырнадцатом году у нас не было ничего у нас были скажем так пакеты долей продаваемые с очень выгодным дисконтом любой человек неважно сколько ему лет какое у него образование какой стране мира он проживает мог стать собственником этих долей вот и все это было направлено на то чтобы мы нашли участок земли на котором смогли продемонстрировать технологию до что она себя представляет провести сертификацию демонстрацию и приступить к строительству дорог в разных углоках земного шара так вот землю мы получили 2015 году в июне месяце скажем так вышло постановление о том что 36 гектар которые находятся в минской области недалеко от города марина горка отданы в собственность да мы долгосрочную аренду предприятию зао струнной технологии кстати вы сейчас видите один из офисов данного предприятия вот и началось строительство экотехнопарк сейчас я хотел бы вам включить скажем так с чего все начиналось когда это было да и к чему пришли на данный момент то есть я вас на несколько минут оставлю дальше мы будем с вами говорить о том чего мы уже достигли на данный момент да и таковы выгоды для каждого из вас если вы становитесь инвестором наш проект а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И дальше уже перейдем, наверное, к теме, какова же выгода каждого отдельно взятого человека, если он примет участие в развитии нашего проекта, в реализации нашей технологии. Итак, друзья, еще... Штабные незаметные технологические открытия влияют на развитие целых цивилизаций. Первые корабли, паровой двигатель, освоение космоса. Некоторые открытия навсегда изменили отношение людей к миру. В 21 веке жизнь людей способен изменить проект SkyWay. Почти никто не слышал о струнном транспорте в 2014 году. Сегодня в проект SkyWay инвестировали сотни тысяч людей из 200 стран мира. Струнный транспорт показали на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. 34 международные делегации из чиновников, ученых и предпринимателей посетили центр испытания SkyWay в Беларуси. 2019 год стал для SkyWay годом достижений, которые определят направление его развития на десятилетия вперед. Так, в феврале этого года струнный транспорт представили на Всемирном правительственном саммите в Дубае, где ежегодно выступают представители науки, политики и искусства, от Барака Обамы до Илона Маска. На мероприятии Министерство транспорта Дубая показало «Дубай SkyPods» – проект автономного струнного транспорта для системы городских пассажирских перевозок Дубая. Во время саммита транспорт SkyWay оценил эмир Дубая, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Ибн Рашид Аль Макду. Параллельно дубайскому саммиту в Эмирате Шарджа началось строительство испытательного центра SkyWay для климатических условий Ближнего Востока. На 25 гектарах в течение нескольких лет построят четыре струнные трассы, исследовательские лаборатории и Центр подготовки специалистов по струнным технологиям. Это место станет отправной точкой развития международных проектов SkyWay на Ближнем Востоке. Всего через два месяца после начала саммита правитель Дубая утвердил проект 15-километровой трассы SkyWay в самом центре города. Струнный транспорт на этом маршруте сможет перевозить 8,5 тысяч пассажиров в час. Утверждение этого проекта стало первым масштабным доказательством коммерческого потенциала технологии струнного транспорта. Не менее насыщенным оказалось лето этого года. В начале сезона была запущена блокчейн-платформа SkyWay, которая в будущем станет системой сбора данных, управления и расчетов внутри глобальной транспортной сети SkyWay. Десятки тысяч инвесторов уже смогли обменять часть своих долей на токены блокчейн-платформы SkyWay и получили для себя новый финансовый актив. Также в начале лета проект SkyWay включили в число экспертов ООН по программе «Цели в области устойчивого развития», которая направлена на улучшение благосостояния и защиты планеты от негативного влияния человека. Организация Объединенных Наций и основатель проекта SkyWay Анатолий Юницкий сотрудничают с 1998 года. С тех пор белорусский инженер дважды получал гранты ООН на реализацию проектов, связанных со струнным транспортом. Главным событием лета стала ежегодная презентация струнных технологий в Центре испытаний SkyWay в Мариной Горке. На мероприятии инвесторам впервые показали тестовую версию высокоскоростного транспорта SkyWay, который в будущем сможет разгоняться до 500 км в час. По традиции на презентации выступил основатель проекта SkyWay Анатолий Юницкий. Он отметил достижения проекта ВОАЭ, рост числа работников струнного транспорта и поделился планами на будущий год. Гостями мероприятия в этом году стали более 5000 человек, а репортажи о нем вышли на крупных международных СМИ, таких как российский федеральный телеканал РБК. В начале осени из Беларуси ВОАЭ отправится тропический юникар для участия в запуске первой линии струнного транспорта в Центре испытаний SkyWay в Эмирате Шардже. Саму транспортную линию запустили в конце октября. Открытие первой линии ВОАЭ посетил Эмир Шардже, султан бин Мухаммад Аль-Касими и крупнейшие чиновники региона. Эмир благословил начало работы первой струнной трассы на Ближнем Востоке и пообщался с основателем проекта SkyWay Анатолием Юницким о перспективах будущего сотрудничества. Это событие освещали государственные СМИ Эмирата, Шардже-24 и Шардже-ТВ. Первый в истории струнный транспорт поехал по трассе в Беларуси через два года после начала строительства Центра испытаний. В ВОАЭ на это ушло восемь месяцев. В следующем году SkyWay ожидают новые достижения. Развитие трасс в испытательном центре в Шардже, струнный транспорт на выставке Экспо-2020 и многое другое. С каждым годом масштаб проекта SkyWay становится все больше. Больше инвесторов, больше проектов, больше партнеров и инженеров. Каждый, кто делает свой вклад в развитие струнных технологий, становится частью истории. Истории чистой планеты и безопасного передвижения. Для инвесторов и партнеров проекта SkyWay это возможность объединить мир. Объединить для лучшего будущего, которое мы приближаем. Вместе. Итак, друзья. Этот ролик продемонстрировал те успехи, которые, скажем так, или те вехи основные, на которые мы опираемся в 2019 году. То есть проект, начиная с 2014 года, с нуля, когда не было ничего, кроме документации, нескольких видеороликов и уверенности генерального конструктора в том, что мы сможем создать этот вид транспорта. И до того, что вы видели в нескольких роликах, мы идем вот 5 лет. Долго это или, скажем так, наоборот, мало по времени решать, конечно, каждому из вас. Но просто могу сказать следующее. Смотрите, для разработки, например, одной модели транспорта на автомобильном рынке какой-либо компании, как правило, требуется несколько лет. И сумма порядка миллиардов долларов США. То есть у нас, как вы понимаете, таких денег не было. Мы стартовали благодаря тому, что и до сих пор сегодня 99,9% финансирования развития нашего проекта осуществляется на платформе краудфандинга. То есть такие же люди, как вы, кто-то уже является, например, сегодня инвестором, партнером нашего бизнеса. Стали разбираться в информации и инвестировать в нашу технологию. И на сегодняшний день у нас уже, скажем так, у непосредственно сотрудников компании, которые работают в Республике Беларусь, есть целый ряд собственных разработок, новых ноу-хау, которые используются в данной технологии. Начиная от двигателей мотор-колесо, начиная от того, что, скажем так, один из лидеров индустрии 4.0, то есть программы 3D Experience, французская компания Dassault System, сегодня является нашим партнером. И уже, скажем так, в процессе разработки можно, скажем, представить, как будет выглядеть будущий транспорт, какие проблемы будет он решать, какие недостатки вдруг всплывают на процессе, еще на стадии проектирования. И это видят все отделы, все управления, которые работают над созданием, например, транспортного средства. Изменения там какого-то размера болта и чего-то еще видят все, и система сразу же перестраивается. То есть это то, что, ну, скажем так, примитивное объяснение того, что из себя представляет программное обеспечение 3D Experience. Про Анатолия Дарвича Юницкого вы уже слышали в роликах, то есть именно он является тем человеком, в голове которого родилась идея реализации данного вида транспорта. И сегодня, как никогда, мы близки к тому, чтобы этот транспорт реализовать. Вы слышали про 19 крупных международных выставок, в которых мы принимали участие, 34 международные делегации, которые посетили экотехнопарк, наше производство. И огромное количество специалистов из мира транспорта и, скажем так, мира науки, касаемой транспорта, администрации разного уровня, огромного количества стран, видели и знакомились с технологиями на тех форумах, где специалисты нашей компании делились информацией о Skyway. Итак, друзья, я говорил вначале, что проект стартовал в 2014 году, и то, что было разработано 15 этапов развития нашего проекта, то есть выполнение определенного количества работ на каждом этапе, что у нас будет приближать его к конечной реализации. Так вот, всего этапов 15, и сегодня мы находимся на рубеже окончания 13 этапа. У нас уже объявлено 2 недели назад, что 5 декабря 2019 года будет осуществлен переход на новый 14 этап. Соответственно, переход с каждого предыдущего этапа на последующий, он ознаменован тем, что в пакетах долей, которые может приобрести абсолютно любой человек, количество этих самых долей за те же самые деньги уменьшается. То есть, если, например, минимальный пакет сегодня у нас стоит 15 долларов США и вмещает в себя 14 долей проекта, то после перехода на 14 этап количество этих долей будет не 240, а заметно меньше. Дисконт на сегодняшний день составляет на минимальных пакетах долей от 14 до 60 раз. Дисконт 60 у нас на сегодняшний день предоставляется тем людям, которые готовы инвестировать крупные суммы. Это 150 тысяч долларов в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, есть градация. То есть, пакетов их там более десятка. Внутри личного кабинета вы можете выбрать себе тот пакет, который на сегодняшний день вас не сильно тяготит. Вы можете либо разбираться, инвестируя в наш проект, либо разобравшись, сделать серьезный шаг. Каждый вправе решать сам. Что хотелось бы отметить. Для того, чтобы стать совладельцем пакета долей инвестировать в наш проект, можно сделать несколько простых шагов. Зайти на сайт skyway.capital, нажать в правом углу кнопочку «Вход». И если вы не зарегистрированы, то есть по рекомендации того человека, который вас пригласил сюда, либо если вы попали на наше мероприятие напрямую из интернета, просто нажимаете кнопку «Регистрация», вводите необходимое количество данных, потом вам придет на ваш электронный адрес, в котором вы указали, ссылка, по которой нужно нажать «Подтвердить». И дальше у нас идет система верификации. После верификации, разобравшись во всем, задав вопросы службы технической поддержки, которая у нас есть на сайте компании, либо внутри личного кабинета, либо, скажем так, пообщавшись со специалистами отдела информационной поддержки в Москве, выбрать для себя наиболее удобный способ оплатить какой-либо из пакетов долей, которые вы выбрали, и стать собственником этих долей, а, возможно, даже и партнером развития нашего проекта. Что хотелось бы еще отметить? Внутри личного кабинета вы можете выбрать свою собственную стратегию, по которой вы будете двигаться вместе с нами в нашем проекте. Это может быть приобретение разовых пакетов, да, и вы можете, кстати, количество долей постоянно увеличивать, если вы посчитаете, что это для вас необходимо. Как я уже говорил в начале нашего вебинара, чем большее количество долей у вас будет на момент монетизации нашего проекта, когда на момент, скажем так, выплаты вот тех самых первых дивидендов, тем больше денег вы просто получите благодаря тому, что вы являетесь обладателем крупного пакета долей, да. Ну, конечно, на 240 долей, если вы приобретете сейчас за 15 долларов, вы в дальнейшем просто будете ждать. Больших денег вы, конечно, не получите. Но дело не в этом. Что еще хотелось бы отметить? Помимо того, что есть у нас разовые пакеты, вы можете себе выбрать инвестирование в рассрочку. То есть это позволяет вам частями на протяжении 10 месяцев выплачивать небольшие суммы и в итоге стать обладателем крупных пакетов долей. То есть это все можно найти внутри личного кабинета. После выбора пакета, после того, как вы верифицировались, выбрали пакет, вам, в принципе, предоставляется возможность подписать требования. То есть по договору конвертированного займа, фактически вы нам эти деньги даете в кредит. И если вы подписываете требования, то залогом тех денег, которые вы нам дали, становится то количество долей, которые находятся в этом пакете. Вот такова схема, по которой на сегодняшний день двигается большое количество людей из разных углаков земного шара. То есть, как я уже говорил, порядка 200 стран, в которых у нас на сегодняшний день находятся инвесторы нашего проекта. Не буду сидеть у вас, как говорится, на плечах и проводить удушающий прием и говорить, скорее бегите, скорее начинайте, скажем так, инвестировать. Разбирайтесь сами, задавайте вопросы, если таковые есть. Тем людям, которые вас пригласили на данный вебинар, либо сейчас в конце можно задать вопросы, на которые я постараюсь ответить. И просто я рекомендую разобраться в этой информации. То есть, надо ли это вам, скажем так, по пути ли нам с вами. То есть, интересуют ли вас какие-то инновационные технологии, которые в ближайшее время будут реализованы, и вы от этого еще будете получать какую-то выгоду. Еще добавлю два слова о партнерской программе, которая либо программе лояльности, которая есть внутри нашего проекта. Если вы человек, который неравнодушен ко всему тому, что я перечислил, то есть, вас интересуют мир инвестиций, вы, возможно, ищете возможность дополнительного дохода, вам нравится эта технология, которую бы вы хотели, чтобы она была реализована, и чтобы мы, скажем так, жили с вами в том будущем, в котором мы двигаемся, чтобы оно было чистое, экологически чистое, безопасно и так далее, то, в принципе, вам с нами по пути. Но как вы распорядитесь той информацией, которую сейчас получили, все равно решать вам. Вы знаете, да, выражение Генри Форда, который говорит, если ты считаешь, что можешь, либо и считаешь, что не можешь, то все равно всегда прав. То есть, принимайте решение на основании, скажем так, информации, которую вы можете подчеркнуть на большом количестве информационных ресурсов нашей компании. У нас есть лендинги, у нас есть сайт, у нас есть личный кабинет, есть большое количество видео, посмотрите, скажем так, последние новости развития нашего проекта, да, вы можете посмотреть их, начиная там с 15-го года, когда вот у нас тот сайт, версия сайта, которая есть сегодня, вы можете просмотреть все новости, начиная с 15-го года. Что у нас было тогда и к чему мы пришли на сегодняшний день. Так вот, партнерская программа вам позволяет делать что? Вы можете создать свой источник дохода уже сегодня, не дожидаясь монетизации нашей технологии на международном транспортном рынке, благодаря тому, что можете создать свою партнерскую структуру в разных уголках земного шара. Если вы человек неравнодушный, и у вас есть возможность говорить, и вам нравится то, что вы делаете, да, и рекомендуете это другим, соответственно, определенный процент, в соответствии с нашим маркетинг-планом, с которым вы можете ознакомиться внутри личного кабинета, компания вам будет выплачивать на бонусный счет. И дальше вы этими деньгами можете распоряжаться в таком режиме, то есть вы можете докупать на них какое-то количество долей, вы можете их выводить на те платежные системы, которые есть внутри нашего личного кабинета. Про это я слышал фразу, да, что болтуну воздаться. Не надо, скажем так, фанатично бегать с круглыми глазами, как блюдца, да, и хватать всех за руку, но тем не менее, если вы разберетесь в информации, сделаете шаг, это не будет идти никак вразрез с вашими моральными принципами, да, почему не порекомендовать данную возможность тем людям, которые вас окружают. Либо посредством обычной рекомендации, тех, кто рядом с вами, либо посредством интернет-сервисов различных огромного количества, там, соцсети, опять же, создание лендинга, если хотите, там, и так далее, и так далее, проведение собственных, там, вебинаров, скайп-встречи и прочее, прочее, прочее. Благо, интернет нам это позволяет. Мало того, что я еще хочу добавить, у нас на сайте внутри личного кабинета есть раздел «События», где вы можете найти список онлайн-мероприятий на целом ряде языков мира, да, либо оффлайн-мероприятий в разных городах и странах земного шара, где у нас проходят эти мероприятия. Либо это презентации живые, куда ваши люди, проживающие в том регионе, могут прийти и получить качественную информацию от людей, которые развивают бизнес и дают информацию в том регионе, где они живут. Либо в онлайн-режиме, да, если, например, у нас есть вебинары там на словацком, на венгерском, на польском, на немецком, на английском, на французском, на испанском, на грузинском, на языке стран Балтии, там есть эстонский язык, по-моему, литовцы проводят презентации. То есть вы сами можете выбрать тот регион, который вам интересен, либо тот регион, где проживают люди, которых вы знаете, да, кого-то знаете хорошо, кого-то не очень, и они могут получить качественную информацию на данных мероприятиях и дальше могут стать инвесторами, либо вашими партнерами. То есть делать это опять вам или нет, решать снова вам. Вас никто не может заставить здесь делать то, чего вы не хотите. Никто вас палками не будет загонять, становиться инвестором, партнером и так далее. Все в ваших руках. Теперь я хочу сказать следующее. У меня все, да, касаемо нашего проекта. То есть я постарался сжато вам довести информацию о том, что из себя представляет технология, на каком, скажем так, этапе мы находимся. Да, вот. Если есть какие-то вопросы, пишите сейчас в социальных сетях. То есть я подожду, потому что у нас процесс такой, если вы пишете вопрос в тех соцсетях, где идет трансляция, мне потом это переадресовывают, я это вижу, я на это отвечаю. Если есть вопрос в комнате Мирополис, то я это увижу сейчас напрямую. Итак, друзья, подобная презентация, как я вам говорил, у нас проходит по понедельникам в 17 часов. Мы работаем сейчас над контентом, который еще хотим дополнить нашу презентационную, скажем так, часть. Это немножко более подробная информация по технологии. Но как только это будет, скажем так, уже реализовано, мы обязательно вам скажем. То есть часть нашей презентации, помимо истории развития проекта, к чему мы все это создаем, к чему мы пришли сегодня, мы будем добавлять еще и элементы технологии, чтобы люди понимали, что в принципе реализация данной технологии в железе, она реально, она возможна. Что это не какая-то там фантастика, говорит, сам Анатолий Гордович, он говорит, что ничего фантастического я не придумал, просто все те знания, которые есть у людей уже давно, объединил в одной технологии, и все. Так, друзья, есть ли какие-то вопросы? Пишите, не стесняйтесь. Данный вебинар, кстати, он записывается, запись тоже будет выложена. Я сегодня нажал кнопочку записи в Мирополисе, то есть он будет обработан, тоже выложен. Если кому-то понравится, если кому-то интересно, то легко можете найти запись и давать эту запись тем людям, которым захотите дать информацию о нашем проекте. Я смотрю, что вопросы не появляются, соответственно, коллеги, я не буду вас долго донимать. Огромное спасибо за то, что были сегодня вместе со мной на данном мероприятии. В следующий понедельник мы в то же самое время делаем те же самые шаги. Еще раз добавлю от себя, что данная презентация, она, по сути дела, направлена на то, чтобы оказать поддержку нашим партнерам-инвесторам. Чтобы довести информацию до потенциальных партнеров-инвесторов, которые вы можете пригласить на данное мероприятие, вот ответить на вопросы, если они возникнут, да. Ну, если все понятно, если таковых вопросов нет, как я люблю говорить, когда вопросов нет, ситуации две, да. Либо все понятно, там, я готов действовать, либо, блин, все понятно, я ничего не хочу. Потому что, как правило, если возникает какой-либо вопрос, люди его задают. Глупых вопросов не бывает? Самый глупый вопрос, вы знаете, наверное, это какой-то. Это не заданный, да. То есть, если вы не задали этот вопрос, соответственно, вы не получите меня в ответ. У меня же на этом все, коллеги. Спасибо вам за ваше спасибо. Вот я вижу, Таисия написала, Валентина Полякова. Отличной недели, здоровья, любви, денег. Те, кто живет в московском регионе, аккуратно там в четверг там обещают ледяной дождь. Поэтому носите соответствующую обувь, да, чтобы не было скользко, чтобы вы не падали и так далее. Ну и, да, новые встречи. Субтитры сделал DimaTorzok